МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управление. Здравствуйте. Вы смотрите программу Грядки в порядке в студии Марии Шматковой, кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Здравствуйте, дорогие дачники. Сегодня нашу программу мы посвящаем тыквенным растениям. Наталья Викторовна, какие культуры относятся к тыквенным? Семейства тыквенных очень большие. И культур большое многообразие. Конечно, мы многие культуры знаем и выращиваем. Самое популярное из тыквенных – это огурец. Дальше идут тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни. А из малораспространенных, которые мы выращиваем не так часто, только самые-самые любители экзотики, это и мексиканский огурец, и лагинария, люфа, крупнеки. А вообще все тыквенные, конечно, растения замечательные. Вот я сегодня буду много говорить об их полезности и целебности всех тыквенных, потому что они содержат и белки, и жиры, и углеводы, а сколько витаминов, аминокислот, различных ферментов. В общем, все тыквенные – диетический продукт питания. И все тыквенные для них характерно, что они теплолюбивые очень растения. Светолюбивые, теплолюбивые и влаголюбивые. И, конечно, про огурец мы много с вами говорили, посвятили даже ему целую программу. А сегодня будем говорить о других растениях, которые не менее важны, чем огурец. Все тыквенные – это перекрестно опыляемые растения. Им для опыления нужны и пчелы, шмели, трипсы, муравьи. Все тыквенные выращиваются практически через рассаду. Рассады для них очень актуальны. Ну, единственное, что огурец, кабачок и патиссон можно посеять семенами в открытый грунт, на грядке. В конце мая, в начале июня они вырастут. А остальные культуры тыквенные – они как бы долгоиграющие. То есть все-таки лучше сажать через рассаду, чтобы наверняка уже… Да, один месяц он, конечно, и оттянет плодоношение. Вы вырастите растения, но такого урожая, как вы планировали, хотелось бы ему получить, вы не получите. Поэтому через рассаду желательно. Но, когда выращиваем через рассаду и сажаем, самое важное – вовремя посадить рассаду. Не поспешить с ней, потому что очень много идет потом нареканий. Вот поспешили, вырастили рассаду кабачков, там, патиссонов, огурчиков. Высадили – пошли заморозки, вот эти возвратные. В конце мая, в начале июня. А тыквенные – теплолюбивые. Для них заморозки – это уже очень большой минус. Поэтому они страдают, рассада страдает от заморозков. Поэтому, чтобы не погубить рассаду, нужно вовремя ее высаживать. И не любят все тыквенные пересадку. Это вам не посленовая, когда мы пикируем рассаду. Тыквенные нужно сразу высаживать в горшки, в торфперегнойные или в другую какую-то емкость, чтобы не травмировать корневую систему. Вот такие основные требования предъявляют наши тыквенные культуры. Ну, я думаю, чтобы сохранить их и от заморозков, в том числе, от каких-то плохих погодных условий, нужно это все предусмотреть и, может быть, делать какие-то укрытия. Конечно, обязательно. Можно подготовить пленку для них. Да, да. Натягивают, ставят дуги, натягивают пленку. И первое время высаживать на рассаду желательно укрывать, чтобы подстраховаться, скажем так. Тыквенных культур много. Вы только что об этом сказали. И, несмотря на всю свою полезность, конечно, наверняка есть среди них лидер, который занимает первое место. Вот какой овощ из тыквенных самый, какая культура самая-самая полезная? Вы знаете, все тыквенные очень полезны. Каждый полезен по-своему. Вот название семейства тыквенные, то есть от слова тыква, да, тыква дала название этому семейству. Хотя у нас тыква не так популярна, как огурец. Наверное, не на каждом участке дачники выращивают тыкву. Мы привыкли ее покупать на рынке или в магазине, как для каких-нибудь кулинарных целей. А то, что она очень полезна, мы как-то об этом не задумываемся. А тыква – это просто, ну, кладезь и витаминов различных, и аминокислот, как я уже говорила вам. И какие замечательные блюда из тыквы мы делаем. Потом она, ну, ее можно тушить, делать каши, оладьи. А какой полезный сок, свежий сок, свежая мякоть, а семечки тыквенные. Ведь столько болезней лечатся вот этими компонентами натуральными, которые содержатся в тыкве. Поэтому тыква просто незаменима для человеческого организма. В основном тыквы бывают трех видов. Такие, какие мы выращиваем на дачных участках. Это крупноплодная, твердокорая и мускатная. Отличаются вот эти тыквы между собой и формой плода, цветом, толщиной мякоти, вкусом, консистенцией. У них различия очень большие. И твердокорая тыква и крупноплодная, они более холодостойкие. Поэтому их можно выращивать даже в таких прохладных районах. А вот мускатная тыква – это южанка. Она любит тепло. Но в наших условиях тоже можно вырастить мускатную тыкву. Она самая вкусная из трех тыкв. Это самая вкусная, самая сладкая. Если вы посадите на участке мускатную тыкву, то у вас вырастут плоды зеленого, темно-зеленого цвета. А самая большая ценность – это ее мякоть. Толстая, ярко-оранжевая, плотная, в то же время сочная. Ее можно есть вот в свежем виде, потому что она содержит очень много сахаров, витаминов. И она напоминает по вкусу морковь. Вот это мускатная тыква. Наталья Викторовна, поговорили сейчас подробно про мускатную тыкву. Все, я думаю, запомнили, что именно ее нужно выращивать на своих удачных участках, если вы хотите баловать и себя, и своих близких вкусными блюдами, и вкусной тыквой, а главное, очень-очень полезной. Но ведь существуют и другие виды тыкв. Какие они и для чего предназначены именно они? Крупноплодную тыкву чаще всего выращивают как кормовую культуру, потому что она не такая сладкая, как мускатная, у нее больше волокон. И некоторые выращивают дачники, потому что в молодом виде плоды тоже употребляют в пищу, и она лучше вызревает в наших условиях, ей хватает тепла, нежели мускатной. Кормовая тыква, если вы хотите, крупноплодная тыква, называем ее кормовая, если вы хотите получить небольшие плоды, выбирайте тогда сорт с некрупными плодами, потому что обычно крупноплодная, ну само слово говорит за себя, она вырастает довольно крупных размеров, достигает. От 15 килограмм и больше. Представьте, выросла у вас такая тыква, как вам ее транспортировать, хранить ее, не очень удобно. Но если вы не любитель хэллоуинов, то тогда в такой необходимости, в такой тыкве и нет, выращивают такую огромную. А вот, что касается вот из истории, то самая крупная тыква была выращена, крупноплодная я имею в виду, в Соединенных Штатах Америки. И она была занесена даже в книгу рекордов Гиннеса, потому что вес ее весил, составлял 820 килограмм. Это вырастил фермер в одном из штатов. И такая крупная тыква, конечно, требует и питания большого, и полива. Мне кажется, эта тыква могла стать прекрасным домом. Конечно, да, туда бы поместились и несколько человек. Вот такая была тыква. Но это что касается крупноплодных. А теперь остались у нас с вами необговоренные тыквы твердокорые. А твердокорые тыквы, это, наверное, самой большой популярностью у нас пользуются среди дачников, потому что сюда относятся кабачок и патиссон. Это представители твердокорой. Почему твердокорой? Потому что у них, когда они созревают, у них кора становится очень твердой. И у кабачков вызревших, и у патиссонов вызревших. Чем полезны они? Очень полезны. Очень. Вот когда я готовилась к передаче, смотрела, просматривала материал, и, конечно, много знаю о тыквенных культурах, но узнала еще больше, какие они полезны. Но диетический продукт питания – это 100%. Кабачки очень полезны. Вы посмотрите, мы их можем использовать и в свежем виде, и в переработанном. Способов переработки огромное количество и консервированные, и маринованные. Мы их жарим, тушим, фаршируем, даже делаем варенье из них. Они прекрасно хранятся, и патиссоны, и кабачки. А какие полезны? Очень много витаминов, минеральных веществ, солей. Кабачки бывают белоплодные и цукини. Ну, как-то раньше мы выращивали в основном белоплодные, а вот в последнее время в широкую популярность у нас завоевали кабачки цукини, которые цветные. Они зеленые, темно-зеленые, прям черного цвета. Бывают с полосами, бывают желтые, оранжевые. И вот самые ценные из кабачков – это оранжевые цукини. Как установлено учеными, что в плодах желтоплодных кабачков цукини содержится в два раза больше витаминов, чем в белоплодных. И каротина у них в два-три раза больше даже, чем в моркови. Хотя морковь у нас считается как бы чемпионом по каротину, по такому замечательному пигменту, который просто необходим человеческому организму. Так что кабачки цукини, они завоевали широкую популярность. Они, во-первых, очень урожайные. Растут практически во всех климатических зонах. У них длительный период плодоношения. И они замечательно и для оладий используются, и для варенья, и тушатся. А как они красиво смотрятся в банке, консервированные, когда разного цвета плодики. Мы собираем, конечно, небольшие плоды, а где-то завязи небольшие, где-то сантиметров 10-15, когда еще у них не созрели семена. И вот такие молоденькие можно мариновать, консервировать, готовить различные блюда. Ну а патиссоны – это вообще шедевр. Они превосходят даже кабачки по содержанию питательных веществ. Если перечислять все минеральные соли, которые находятся в патиссонах, содержат плоды патиссонов, то, наверное, придется перечислить полтаблицы Менделеева. Представляете, а все эти микроэлементы, соли, они очень нужны человеческому организму. Хотя бы в небольших количествах, в миле каких-то процентных граммах, но они очень нужны организму. И вот именно патиссон, он помогает организму лечить такие серьезные заболевания, как болезни сердечно-сосудистой системы. Улучшает работу кишечного тракта нашего, повышает иммунитет. Потом в патиссонах содержится вещество литеин. Оно борется со свободными радикалами, является очень мощным антиоксидантом. А семена кабачковых патиссонов, да это же кладезь и витаминов, они очищают нам печень, почки, помогают выводить воду лишнюю из организма. То есть не продукты питания, а продукты лечения, самые настоящие. И патиссоны, конечно, тоже бывают, у них воперформа очень красивая, тарельчатая, зубчатая. Они очень красиво смотрятся на участке, украшают даже практически любые участки, когда они растут. Их тоже употребляют в пищу молоденькими, когда нет еще плодов, нет семян, извините. Нет семян, семена еще только завязываются, и вот эти маленькие завязи, где-то 7-8 сантиметров в диаметре, они очень хороши и для жарки, и для приготовления различных блюд. Тут очень вкусное получается блюдо из фаршированных патиссонов, когда срезается поверхность, вынимается мякоть оттуда, и фаршируется различным и мясом, и рисом. И получается у вас запеченное мясо в настоящем горшочке, только в растительном горшочке. Не только эффектное, но и очень полезное блюдо. Мне кажется, Наталья Викторовна, что этот год, кризисный год во многом для всей нашей страны, он в том числе, наверное, будет и одним из самых полезных за последнее время, потому что... Перейдем на натуральные продукты. Да, овощи и фрукты, и в этом году они снова вернулись на наши грядки. Я думаю, что дачники запасутся витаминами, клубникой, земляникой, свежими овощами, ну и, конечно, тыквенными, которые только способствуют укреплению здоровья. И Новый год мы будем встречать во всеоружии, будем без зиме готовы. С различными заготовками, да, с вареньями, с кабачков и патиссонов, с различными маринадами, консервами, приготовленными собственными руками. А кто хочет украсить свой дачный участок, те часто выращивают декоративную тыкву. Она не такая ветвистая, плетистая, у нее тонкие стебли и небольшие листочки, но ценится она за красивые плоды. Плоды самой разнообразной формы. И грушевидные, и гантелевидные, и чалмовидные, различных окрасок. И очень долго хранятся, до трех лет они могут храниться, эти плоды, но вызревшие. А молоденькие плоды даже можно употреблять в пищу. Вот растет у вас декоративная тыква, маленькие плодики можно снимать, она по вкусовым качествам, как настоящая тыква. А вызревшие плоды очень красиво украсят вашу кухню. И я сама всегда люблю, когда берешь или корзину красивую, или какую-то хлебницу, допустим, и всю зиму у тебя там лежат декоративные тыквы, патиссоны. Они очень красиво смотрятся, долго хранятся и напоминают как бы в следующем дачном сезоне. Так что выращивайте декоративную тыкву. Я знаю, что из тыкв не только готовят всевозможные блюда, варят варенье из тыквенных культур, ими украшают сад и огород и кушают их в свежем виде. Еще из тыкв получаются прекрасные предметы интерьера. Это разные светильники, лампы. Вот, казалось бы, самое обычное растение, а как много применения оно нашло в нашей жизни. Да. А потом тыквы вьющиеся, они очень дополняют, конечно, как живая изгородь могут использоваться, потому что итальяны, все тыквенные итальяны практически, и они дают очень мощную вегетативную массу, большие листья, плети. И если вы посадите тыкву свою возле забора, она заплетет вам всю вашу сетку-рабицу и скроет все ваши там дефекты, которые, чтобы не бросались они в глаза. Мы поговорили про тыкву, поговорили про кабачки и патиссоны. Немножечко коснулись огурцов, хотя мы им посвятили отдельную программу. Мне кажется, пришло время поговорить о самых любимых ягодах, как арбуз, дыни. И арбуз и дыня, да, самые, пожалуй, любимые наши тыквенные. Ну, которые относятся к тыквенным культурам в том числе. Да, относятся к тыквенным, но они тыквенные очень теплолюбивые. И немногие дачники пытаются вырастить и арбузы, и дыни у себя на даче, прекрасно понимая, что в нашей зоне не хватает тепла и солнца, потому что самые большие друзья арбузов и дынь – это солнышко и свет. Они очень любят подставлять свои бока на грядках, солнышко, а у нас, сами знаете, какой климат. Но, тем не менее, наши дачники, народ такой… Не сдается. Не сдается, не останавливается ни перед какими трудностями. И многие выращивают в черноземья, на своих грядках, в теплицах и арбузы, и дыни. Ничего сложного нет. Единственное, что нужно знать, что теплолюбивые. И если температура опускается ниже 20 градусов, растения как бы замедляют свой рост. Естественно, из созревания плодов. И если вы выращиваете огурцы, знаете, как их выращивать, то арбузы и дыни вам вырастить не проблема. Одно семейство, одни лианы. То есть, очень важно для арбуза и дыни делать прищипки. Потому что, если не будете этого делать, заполонят все. То есть, ухаживаем за арбузами и дынями точно так же, как и за огурцами. Да, обязательно через рассаду. Схема одинаковая. Да, не сеем семенами, потому что, естественно, не вызреют. Только через рассаду. Обязательно укрываем рассаду первое время. И когда на улице прохладно, тоже ставим дуги, потому что нужно нам тепло для этих культур. И обязательно прищипка. Вот появился на растении седьмой, восьмой лист. Делайте прищипку главного степля. Пойдут боковые стебли. Смотрите, завязалось на растении 2-3 плода, допустим, дынь или арбуза. Все. Остальное все прищипывайте. Не давайте вот этим дальше побегам забирать все силы у растения. Растению нужны вот эти питательные вещества для того, чтобы созрели вот эти 3 плода. Пусть их будет 3, но они созреют. И не огорчайтесь, если у вас до конца, допустим, вегетационного периода дынька будет еще не зрелая. Смело ее срывайте, она у вас в домашних условиях созреет. Так что успеете побаловать себя при нормальном уходе. Побалуйте свою семью и дынями, и арбузами. В нашей нечерноземной зоне это вполне возможно. Но, конечно, внимание не требует больше, чем кабачки, патиссоны, тыквы. Но если есть такое желание, дерзайте. Я думаю, что у вас все получится. А чтобы дыни или арбуз созрели быстрее, можно рядом с ними положить яблоки. Мы уже об этом говорили. Да, да, которые помогут быстрее созреть. Яблоки выделяют определенное вещество, которое поможет быстрее созреть этим культурам. Наталья Викторовна, а можно ли арбузы и дыни поселить в теплице вместе с огурцами? Огурцы у нас очень влаголюбивые. Им нужна высокая влажность воздуха. А дыня и арбуз – это растения, которые требуют тепла и сухости. Поэтому арбузам и дыням нельзя. Лучше жить на воле, лучше жить на грядке открытой. Потому что мы огурцы вынуждены поливать, увлажнять воздух, увлажнять почву. А арбузы и дыни этого не любят. Они любят умеренную влажность почвы и тепло. Но просто если вы нацелились на то, чтобы вырастить у себя на даче арбуз или дыню, нужно предусмотреть возможности укрытия на случай похолодания. Если температура будет опускаться ниже. С огурцом они вряд ли успеют выездить, потому что вы будете создавать высокую влажность воздуха. А влажность воздуха дыни и арбузу не нужна. Наталья Викторовна, вот хотелось бы еще немножечко коснуться остальных видов тыквенных, которые мало распространены на дачных участках. Да, но тыквенных видов очень много по всему миру. Но у нас дачники вот несколько видов все-таки вот малораспространенных тыквенных выращивают. Потому что дачники любознательные, хочется какую-то новинку вырастить, удивить своих соседей. И вот самыми распространенными из тыквенных на наших дачных участках является это крукнек, это выходец из Южной Америки. И в Америке он очень популярный. Называют их еще крукнеки или кривошейки, потому что плоды у него изогнутые, какие-то булавовидные, с ручкой, напоминают по вкусу огурец. Поверхность у него такая бугорчатая, бородавчатая, но по вкусу огурец самый настоящий. И тоже диетический продукт питания. Помогает при болезнях сердца, желудочно-кишечного тракта. И предохраняет организм от ожирения. Не зря они так популярны в Америке, где народ очень любит есть хот-доги и страдает ожирением. Поэтому в Америке пользуются большой популярностью крукнеки. Тоже очень полезные и распространены. И у нас тоже, кто попробовал крукнеки, с удовольствием их выращивают. Потому что этой культуре более 5000 лет. Она очень известна в Америке, в Нидерландах очень популярна. И к нам она тоже уже как бы протянула свои плети. Еще выращивают у нас некоторые дачники лагинарию. Я сама выращивала в теплице лагинарию в свое время. И, конечно, очень интересная лиана. Во-первых, растет очень длинно. До 15-20 метров в длину. То есть, если посадить вдоль забора, затянется, не нужно никакой живой изгороди. Это будет живая изгородь из лагинарии. Лагинария называется она еще посудной тыквой. Потому что ее в основном используют для изготовления различной посуды. Шкатулок, посуды. И лагинария, интересно, чем? Что растет у нее плод. И этот плод, когда вырастает, считается небольшим. Когда у него 40-60 сантиметров. Это называется маленький плодик. Вы можете его использовать в пищу. Причем использовать можно так. Не срывать его полностью с растения. А просто отрезать необходимый вам кусочек. И вот этот срез, он зарубцуется. И плод пойдет расти дальше. И вырастают плоды лагинарии до 2 метров в длину. И весом они бывают до 10-15 килограмм. Представляете, какой огурец? Индийский огурец. И вот его, конечно, по вкусу нужно настроиться на него. Потому что у него своеобразный и аромат, и вкус. Но, тем не менее, многим он нравится. Потому что и сочный, и много полезных веществ. Его тоже и тушат, и варят, и в свежем виде употребляют. А так лагинария, она, конечно, в основном как лиана используется. И делают из нее посуду. Вот когда огурец, вот этот длинный, созрел. Достиг вот этих полтора-двух метров. В него прокалывают дырочку. Заливают туда кипяток. И кипяток он растворяет мякоть. И вытаскивают уже такую мякоть жидкую. Когда мякоть вся вышла, туда наливают воду с песком. И вот эту тыкву, ну огурец, его начинают вымывать. Всю мякоть, которая осталась, вымывают. И остается только вот такая кожура. Которую потом лакируют. Придают ей различную окраску. Делают из нее различные шкатулки. Там табакерки, вазочки. Вот так из лагинария делают. Посудная тыква называется. А еще выращивают некоторые дачники люфу. Называется она еще мочалковая тыква. Но, наверное, люди старшего возраста знают, что раньше мочалки у нас были только из люфы. Потому что это растительный, натуральный продукт. И люфу тоже некоторые выращивают на своих дачных участках. Это тоже лиана. Тоже образуют небольшие, похожие по вкусу на плоды. Плоды по вкусу похожи на огурец. Тоже они зеленого цвета. Сантиметров 12-13 длиной. На одном растении бывает до 40 таких плодиков. И из этих плодов, когда они созреют, делают мочалку. То есть вызревший плод, с него снимают аккуратно шкурку, вот эту кожуру. И получается там внутри как бы каркас из вот этих волокон. Они уже плотными становятся. И потом промывают от семян, от мякоти. И у вас получается вот такая мочалка. А молодые плоды люфы тоже употребляют в пищу. Когда нет еще вот этого каркаса из волокон внутри. Когда плод маленький, его можно, видите, какое двойное действие. Можно молодые плоды есть. И можно из зрелых плодов делать мочалку. Ну, за тысячелетнюю историю существования тыквенных растений, люди не просто приспособились, не просто полюбили. Они и еще нашли применение этим растениям. Да, и самое достойное применение. Потому что мочалки синтетические, они, конечно, не тот эффект от них. И вот я смотрю, что как-то многие возвращаются вот именно к мочалкам из натуральных волокон. Из люфы, потому что они и придают и здоровье телу, и очищают лучше. Ну, мы сейчас все чаще произносим эко-продукты, эко-строительные материалы и так далее, и так далее. Поэтому почему не сделать экологически чистую мочалку, вырасти всего лишь на себя на участке тыквенные растения люфа, и получится, в конце концов, у вас мочалка. Да. Спасибо, Наталья Викторовна. Я думаю, что сегодня наши телезрители открыли для себя много нового в тыквенных растениях. Да, вот такие они, тыквенные культуры, такие разнообразные, но такие полезные для нашего организма. Так что выращивайте тыквенные и будьте здоровы. Это была программа «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин